За последний год Toyota Camry успела обновиться в Америке, Китае, Европе и Японии. Общим для всех рынков итогом модернизации стал дизайн решетки, которая лишилась характерного клюва, врезавшегося в бампер. В салоне перекомпонована центральная консоль, чтобы 9-дюймовый тачскрин поместился над дефлекторами вентиляции. В Америке у Camry даже есть полноприводная версия с трансмиссией от RAV4. В Европе же продается только гибрид. До России же обновленный седан доковылял только сейчас. Как оказалось, рестайлинг во многом затянулся из-за пересмотра моторной гаммы. Силовые агрегаты теперь унифицированы с RAV4, который тоже выпускается в Петербурге. Из движков прежним остался лишь флагманский V6, а двухлитровый мотор свежий, он моментнее прежнего. Хотя главная новость в смене трансмиссии. Вместе шестиступенчатого автомата базовая Camry получила вариатор. Двигатель объемом 2,5 литра тоже другой, с комбинированным впрыском топлива высокой степени сжатия и заметно более мощный. К нему прилагается классический автомат, при том сразу восьмидиапазонный. Система автоматического торможения обучилась распознавать пешеходов и велосипедистов не только впереди, но и на встречных курсах при повороте. Доплатить за весь комплект улучшений придется от 53 до 133 тысяч рублей. И еще для России подготовлена версия GR Sport, которая выделяется черной крышей с стильным декором и прозрачными фонарями. В салоне такой Camry имеется обильная красная прострочка, но по технике это совершенно стандартный седан. Автоваз не оставляет надежд сделать из примитивного робота собственной разработки приличную трансмиссию. Во всяком случае, свежий апгрейд софта обучил коробку менять передачи на 30% быстрее. Кроме того, к АМТ прилажен толковый зимний режим, что позволяет стартовать сразу со второй передачи. Оценить достоинства модернизированного агрегата первыми смогут покупатели высоких хэтчбеков Lada X-Ray. К слову, на X-Ray перестали ставить мотор 1.8. В линейке остался только лишь 106-сильный 1.6. Всем, кому хочется заиметь более мощный двигатель, придется покупать версию Cross. Между тем, как стало известно телеканалу Автоплюс, в ближайшее время Автоваз не планирует убивать саму модель. Хотя об этом постоянно судачит интернет-общественность. Продолжение следует...